Сложно. То есть, с одной стороны, партия «Справедливая Россия» в целом считает, что ЕГЭ в принципе должен быть отменен, ибо не может один экзамен решать сразу две задачи – и оценку работы школы, и оценку готовности самого ученика высшей школы. Я же полагаю, что сама по себе идея единого экзамена с независимой проверкой не так уж плоха. Другое дело, что катастрофически плоха, избранная первоначально форма этого экзамена. Сейчас ее пытаются понемногу дорабатывать, и, скажем, вес той части экзамена, где надо выбирать из готовых ответов, год от года снижается. Кроме того, еще когда единый экзамен только-только начинаем осаждать, я отметил, что составление пакетов заданий единого экзамена надо поручать специалистам по составлению пакетов вопросов для интеллектуальных игр. Дело в том, что в этих играх уже давным-давно решены очень многие вопросы, которые составители ЕГЭ с удивлением обнаружили уже после того, как насадили его как табак при Петре Великой. У нас давно выяснили, как составлять вопросы, проверяющие не знание, а понимание тему. У нас давно нашли способы выявить несанкционированный доступ к вопросному материалу. Все эти утечки и подсказки. Тогда, помнится, в общественной палате очень же заинтересовались этим предложением, но Министерство ликвидации образования и науки просто никак на это не отвлекло. Так что, боюсь, что ЕГЭ придется поступить с ним, как в одном стихотворении Маяковского. Я Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично. То есть, вероятнее всего, придется отказываться от ЕГЭ, анализировать накопленный опыт, а потом осторожно проводить эксперименты по новым форматам ЕГЭ, способным справиться с теми задачами, которые декларированы официально. Потому что тот формат ЕГЭ, что есть сейчас, не способен справиться ни с одной из заявленных задач.